Асенал Восточная трибуна Хайбери органично вписана в районный пейзаж. Проходя мимо, ее легко не заметить. Фасад за 9 лет, прошедших с момента сноса арены, совсем не претерпел изменений. Со стороны можно подумать, что здесь до сих пор играют в футбол. На самом же деле, на месте стадиона давно выстроен жилой комплекс Хайбери-Сквер. Сохранился и оригинальный парадный вход на стадион. Сейчас здесь ресепшн жилого комплекса. Декорированная напольная плитка, надписи на стенах, бюст Герберту Чепману, одному из величайших тренеров в истории Арсенала и всего английского футбола. Именно во времена Чепмана были возведены восточная и западная трибуны Хайбери. Именно его инициативой была установка знаменитых часов на дружной трибуны стадиона. В том месте, где располагались часы, сейчас находится балкон квартиры, в которой живет Хелен Грант. 12-летней девочкой Хелен уехала в Великобританию из Одессы. С недавних пор вместе с мужем и сыном Хелен живет здесь, в Хайбери-Сквер. Вид с балкона на то место, где когда-то было поле легендарной арены, позавидует любой болельщик Арсенала. Но Хелен с супругом не увлечены футболом. Вот здесь, где вы стоите, были раньше старые часы. Если вы здесь увидите, то все здания, которые сейчас сзади, они до сих пор еще там стоят. Так что да, очень сильно это все изменилось. Когда мы сюда приехали, да, мы знали, что здесь был стадион, но мы не до конца даже понимали, что это значит. Самое странное, это когда приходят большие группы, и они ходят здесь все, потому что они не могут зайти здесь в середину, только для нас, кто здесь живет. Поэтому они иногда стоят и держатся за прутьями, смотрят и фотографируют. Из квартиры Хелен виден и новый стадион Арсенала – Эмирейтс. Живя в таком месте, волей-неволей приобщаешься к футбольным реалиям. И как не включить картинку матча на ТВ, если игра проходит в двух шагах от твоего дома? В отличие от Хелен, большинство жильцов Highbury Square так или иначе связаны с этим местом долгой историей боления за Арсенал. Уилфред Эллиот как раз из таких. Квартиру в Highbury Square ему помогли купить родители. Теперь у Уилфреда сезонный абонемент на новый стадион Арсенала и жилплощадь в старом. Невозможно поверить, что прямо в моем саду играли легендарные футболисты, которые ввели Арсенал к победам. И когда я открываю окно, я чувствую это, как будто дух Арсенала еще здесь. Я чувствую эту атмосферу побед. И это потрясающее ощущение. Ведь немногим повезло жить в том месте, где играла легендарная команда. Консьерж Сэм тоже давний болельщик Арсенала. Он с удовольствием показывает сад. И в конце прогулки отводит, пожалуй, самое сакральное место Highbury Square. В этом месте покоится прах самых преданных болельщиков Арсенала. Их много, здесь более ста урн. Захоронение уже не пополняется. Но те, что были захоронены, конечно же, останутся здесь навсегда. Само собой, сюда приходят родственники. У них есть возможность присесть на скамейку, побыть немного в тишине, принести цветы. Сейчас здесь мангал, кальян, шезлонги. А еще 10 лет назад вот по этому проходу футболисты Арсенала и их соперники выходили на игру. На месте вот этих деревьев были тренерские скамейки. Тогда здесь бурлили сумасшедшие эмоции. Сейчас он жарит барбеку. Последний матч на Хайбере прошел в мае 2006-го. Арсенал принимал выбор. И, конечно же, победил. 4-2. Несмотря на то, что уступал по ходу встречи. Но проиграть эту встречу лондонцы не могут. Последний гол на этом стадионе забил, конечно же, Тири Анри. Он это сделал с пенальти в ворота, которые находились вот там. Анри установил мяч. Взял очень дальний разбег. Развел кипера и мяч по углам. И после этого упал на колени, поцеловав газон Хайбере. Таким было прощание Арсенала со своим старым стадионом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова